А знаешь, как им неудобно смотреть, когда дворники на камере ездят? Погода такая, без дворников нельзя. Хорошо, что они работают. Ой, а с кем мы тогда с девчонками ехали-то? Да, да, да. С Весновой. А, Анечка была, да, с Весновой. В общем, отсюда, из-под Владимира. Кто Иринка Самохина? А кто еще? На выступы поехали. Блин, а кто-то еще был с нами? Юлечка вроде или нет? Или да? Что-то забыла кто. Девчат, кто был из вас тогда, когда у меня дворники сломались? В Москве, причем на МКАДе, когда обратно ехали. Я знаю, смотрите. По-моему, Юляшка была. Первый раз мы всей компанией ехали в пробке машины. Нагреться начала. Мы в сорокократусную жару ехали с печкой на всю. На нас так смотрели все, как на идиотов. Мы открыли все окна в машине. Ехали с печкой морды красные у всех. Ой, я не могу. А второй раз поехали на этот, да, в теплицу. И дворники сломались на машине в дождик, в грязь. Причем в Москве. И вот с Москвы 150 километров в грязи без дворников ехать. Мы уж хотели с Анечкой, Аня впереди сидела, приделать веревочки на дворники и дергать в разные стороны. Ну ничего, слава богу, доехали. Муж встретил нас уже во Владимирской области. Забрал девчонок у меня из машины. Анечка не бросила меня, сказала, я поеду с тобой до конца. Те девчульки, которые уехали, я не ругаю их, они молодцы. Аня сказала, я останусь с тобой за компанией. Ну, потому что это страшно, ехать без дворников. Опасно, точнее, не страшно, а опасно. Там дождин, а там что-то случилось. Или это поворачивают они все? Поворачивают, да, на поворот. Смотри-ка, на камере вообще прям все черно. Там и есть черно. Да, там ливень идет, по ходу, хороший. Девчульки, во я вам сняла сегодня. Обзор неба. Офигеть, такого темного неба я еще и для вас ни разу не снимала. Половина неба светлого, половина неба черного. А вообще включила камеру, муж сказал, включи камеру, пускай девчульки послушают, как ты ругаешься. Я говорю, а я при девчульках не ругаюсь. Сейчас, тут просто ситуации нет. Будет ситуация и услышали. Поняли? Они в жопу въезжают. Не мне, а машине. Ты говоришь, мне в жопу чуть не въехал. Ну, это я говорю. Ты не говоришь, чуть в машине в жопу не въехал. Ты говоришь, чуть мне в жопу не въехал. Смотри, валяется по ней какая-то. Подушку. Пневмоподушку. Кто-то пневмоподушку потерял. Офигеть. Сейчас кто-нибудь вот... Она мягкая, да? Нет. Жесткая? Она сверху резиновая, внутри железа. Ого. Представляешь, сейчас кто-нибудь налетит на нее. Нормально, морду не будет. Тут везде отбойники, не дай бог что случится. Господи милос, хоть бы ее сдуло с дороги. И там остановиться-то никак нельзя. На том месте, чтобы ее убрать. Там склон с моста. То есть просто дорога скользкая, могут не успеть остановиться. Да, интересное небо. Танюшка, такое ощущение, как будто все-таки ушла туча-то к тебе. Видите, с правой стороны вся туча должна уйти к Танюшке. Я отправляла, чтобы огород ее хорошо пролила. Чтобы укроп хорошо рос. Танюшка поняла, о чем я. Да, любимка? Да. Уж не буду говорить всем. Я потом покажу. Танюш, я шучу. Но дождик хочу, чтобы к тебе ушел. Но он там и идет у него. Ну да, туча какая хорошая в вашей стороне. А в Собинке все чистое небо-то. Или нет. Тоже такое, да? Серенькое. А приедешь там? Ну, главное, лес пролил. Мы когда уезжали, там был дождичек. Я вижу. Я не смотрел на телефон, я на дорогу смотрю. Я вижу, что ты включаешь. Я включаю камеру, но я не смотрю на нее. Уже давно пора привыкнуть, что я смотрю на дорогу. Когда кого-нибудь целовнешь, будет поздно. Муж мой любимый? За 20 лет я целовнула кого-нибудь? Блядь, на 21-м целовнешь. Вот если я на 21-м кого-нибудь целовну, пускай у тебя в этот день вылезет черень на языке. Да, нет. Вот это, да? Вот это солнышко и ливень. Солнышко и ливень, офигеть. Там грибы уже должны вырасти на пол. По коленам. По включенной камерой. Грибы вырастут, да, по коленам. Съездим за мохом, а потом за грибами. Смотри, офигеть, да? Смотри, радуга где-то должна быть, однозначно. Да. Где-то, да. Смотри, здесь камера висит. Я знаю, я еду меньше 80-ти. Вот это мы вас покатали. И поели, и покатали. Офигеть. Какие лужи налило. Я не знаю, видно на камеру. Что-то нету ни хрена стекла. На камеру видно или нет? Да, сделал для стеки нифига. Хороший дождик здесь прошел. Я тебе скажу. Мы уезжали, такого здесь не было. Сейчас посмотрим, что у нас в Собинке. Я прямо улыбаюсь еду. Жалко, вы не видите. Ну, нам, в принципе, этого дождя уже пока хватит. Поэтому, ну... А, у меня, наверное, бочка целая. Наверное. Значит, надо забросить канистры все со склада. И заполнить. А нам нужна машина пустая на завтра, да? Ты причем? Зачем пустая? Класс. Солнышко, тучки, дождик. Ой. Лепота липотевая. Вот мне сейчас, если кто-то звонить будет, я не увижу. Я не вижу экран вообще камеры. Телефон. Отсвечивает. А звук не проходит. Чего? Звук не проходит. Когда камера включена. Я здесь всегда смотрю назад, чтобы никакая фура не целовнула сзади. Они же все привыкли, что здесь нет светофора. Он летит. Чакман, блядь. Не крякай. Это он тормозит так. А, это он тормозит так. Я думал, он сигналит. Это не тормозит, а так скрепят. А так прикольно, кря-кря. Слушай, смотри, какие лужи налила. Ну, с одной стороны, хорошо хоть пропитается и оставит. Давай, если сейчас здесь красный зажгется. Не зажгется. Люди стоят. Оу. Вот это да. Эх, помыла они. Вообще класс машина вымылась. Спасибо, Фурионок. Фурионок. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Удачной тебе дорожки, Фурионок. ВДВ. У него ВДВ написано? Видишь как. Вон Радуга. Где? Вон смотри. В небо смотри. Оно разноцветное. Как я могу смотреть в небо за рулем? Ну, вот наверх пойдуми глаза просто. Ну, я потом посмотрю на камере, может, увижу. Я вижу ее, но она очень бледная, да? Да. Смотри, а там чернота-то какая слева теперь. Эта чернота вся к Танюшке пошла. Мы же теперь развернулись, она теперь слева. Она сейчас к нам как-то идет. Пусть идет к Танюшке, у нас она уже была. Она вернется. Надо, чтобы у нее огород хорошо пролило. Вот она таскает эти лейки там. Главное, чтобы не убило. Чего? Ну, будет сильнее с градом. И все, и убьет весь уровень. А, нет, град не надо, град не надо. Побьет, убьет и побьет. Град не надо, да. Что-то как-то тучи интересно ходят, как будто обратно возвращается к нам. Кругами, кругами. Ну, Москва же плавала, теперь нам надо поплавать. Да мы не поплывем, у нас клязьма пустая, хоть и наполнится маленько. У нас клязьма, девчульки, речка. Можно переходить в сланцах и ноги не намочишь. Ой, смотри, какая туча-то страшная. Как хорошо, что мы приехали, а то же если громохнет, я могу и описаться об страха. Об страха, об страха. Я уже даже заикаюсь, еще не громохнула, а я уже заикаюсь. Ой, там над нашим лесом-то какая туча. Здесь дождем, прям видно, смотри, любимка. Я вижу, вижу я, что-то меняет. Ого. Девчатки, я уж вам показывать не буду, но поверьте на слово, над нашим лесом хороший идет дождь. Он с левой стороны, прям видно, что там дождь идет. Что там в полотне сапоги одевать? За мохом-то? Если... Мы вообще не пойдем тогда за ним завтра, наверное. Ну, если там сыра, конечно, да. Надо теперь, чтобы подсохло. Какие они штуки нарисовали сильные. Теперь надо, чтобы подсохло, на нас не угодишь. Нам то сыро, то сухо, то горит. А так мне фиг знает, может наоборот лучше. Мы его выгрузим в гараже, он там подсохнет. Да? Пару сумок только выгрузим на складе, а остальное в гараже. Посмотрим, загадок. Ну да, а то завтра... Да, да, да. Ну, не важно, главное, он прошел. Мох теперь вообще суперски поднимется. Грибы все вылезут. И все будет... Чао, бамбина, детка сеньорина. А чего-то, ну, музыка выключена, приходится самой петь. Короче, мы уже подъезжаем в Собинку. Я вам, наверное, сегодня уже надоела. Ну, вы скучаете по мне, вот я вам и надоедаю. Болтовней, дорогой, этой шурмой, мукбангом. Злюки пусть побесятся, что я опять жру на камеру. А мне было очень вкусно. Короче, я вас всех люблю, целую, не теряйте. Я всегда с вами, хотя хоть коротенькие видео обязательно для вас выпускаю. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен. На Ютуб, на Рутуб. Особенно на Яндекс.Дзен подписывайтесь. И не забывайте подписаться на Танюшку Семенову, Архагаличка ТВ. Вот. Короче, у нас много интересного. Она вкусно готовит, а я вкусно ем. Все, всем пока-пока. Улыбайся. Субтитры делал DimaTorzok